Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием, но только рядом с границей в районе Харикова, где российская армия пытается идти в наступление. Об этом сообщило издание «Политика» со ссылкой на американских чиновников. Официально в Белом доме эту информацию на момент публикации не подтверждали, но вслед за США разрешение на использование своего оружия для ударов по территории России дали власти Германии. Об этом объявил официальный представитель правительства Штефан Хеббештрайт, передает Девальд. Издание отмечает, что применение немецкого оружия также ограничивается фронтом на Харьковском направлении. Президент Зеленский поблагодарил, но тем не менее попросил расширить поле действия, в частности, американских хаймерсов, поскольку не только харьковским направлением ограничиться надо ударами по территории Российской Федерации, но и глубже, где склады, где аэродромы, понятное дело. Но, Дмитрий, сигнал этот мега важный. Вот мы не первый раз обсуждаем разрешение бить западным оружием по территории России, но вот так вот тихой сапой, по чуть-чуть, по чуть-чуть, поле действия расширяется. Но скажите, сколько месяцев я назад сказал, что все это произойдет, правда? Да, давненько. Давненько. Значит, я вам скажу так. Я общаюсь с, не буду говорить с кем, ну, с самыми-самыми осведомленными людьми в нашей стране, и не только в нашей. Значит, я уже буду говорить, что будет дальше, давайте. Потому что то, что произошло, мы все понимаем. Значит, Украина будет мощно бить по всей территории России. Я доходчиво говорю по всей территории России, то есть не по территории Белгородской области, не по территории до Татарстана включительно. Я говорю по всей территории России. Когда я говорю Владивосток, приготовься, это не больные фантазии сумасшедшего идиота. Это конкретика, это конкретные знания, которыми я обладаю. Вот, поэтому места в России, которое было бы не подвержено ударам Украины, нет. И все это будет активизировано в ближайшее время. То есть, давайте я вам на пальцах попробую объяснить, так как это понимаю я. Есть некая точка. Выборы президента США. Мы понимаем, что ситуация там крайне острая. С одной стороны, Байден, если он пойдет на выборы, а я допускаю возможность, что он может сняться с выборов и передать полномочия идти на выборы кому-то другому. Я это допускаю. С другой стороны, Трамп, который я тоже допускаю может сняться с выборов. А почему нет? А если скажут, или тюрьма, или снимаешься с выборов. Черт его знает. Мы же не знаем, как там это все происходит. В 96-м году, вон, Ельцин и Зюганов спорили, кто президентом станет. У Ельцина, когда вышли на прямую финишную, было 4% рейтинга. 4%. Но олигархи собрались, бабками скинулись, силовики собрались. И что? Зюганов все равно выиграл выборы. Но ему сказали или жизнь, или выигранный выбор. Он выбрал жизнь. И как сказал мне человек, который ему это говорил, и правильно сделал. А то, что он выиграл, то, что он победил, об этом даже Медведев сказал в свое время, будучи президентом. Что да, выиграл Зюганов. Ну что, так получилось. Поэтому от выборов в США зависит судьба и будущее всего мира. Поэтому давайте встанем на место Байдена. Если в Украине будут неуспехи, это будет способствовать его победе на выборах в США? Ответ нет. Скажут, ты увяз конфликт, ты заплатил столько денег американских налогоплательщиков, и это после позорного бегства из Афганистана. Так каким ты хочешь еще быть президентом? Поэтому что нужно Байдену? Байдену нужны победы в Украине. Поэтому этой логикой размышляю. Просто простой логикой. Поэтому Байден сделает все для того, чтобы Украина добилась вот в эти месяцы. Давайте скажем так, в ноябре выборы. Вот к октябрю, к октябрю Украина должна показать впечатляющие результаты. По мнению американцев. К октябрю. Чтобы за месяц перед финишной прямой было понятно, что Байден добился впечатляющих побед в Украине. А чтобы к октябрю сделать успехи, сейчас у нас июнь, июнь, июль, август, сентябрь. Грубо говоря, октябрь. Ну, пять месяцев. Ну, давайте возьмем четыре с половиной месяца. За четыре с половиной месяца многое должно произойти. Но самое главное, на мой взгляд, произойдет в течение двух месяцев ближайших. Я не буду расшифровывать, что будет происходить, но даже если смотреть открытые источники, я знаю, что будет происходить. Не все, не все, но многое. Даже если судить по открытым источникам, то, конечно же, будет создана санитарная зона на территории России, с которой русские не смогут доставать ни Харьков, ни Сумы, ничего. Раз. Вынесут все военное в Крыму. Просто все. Базы, аэродромы, склады, казармы. Ничего военного в Крыму не останется. Ну и, конечно, Крымский мост, ну, что мне повторять в сотый раз. Он не жилец. Он покойник. Пора его отпевать. Этот крымский долбанный мост. Паромные переправы уже видели, начали выносить. Ну, так это ж начало. Вот. Как в песне старой пелось. Это только начало лета. Вот. Это только начало лета. Значит, что будет сделано еще? Будут осуществлены массированные удары по... Свет у нас тоже немножко подвисает. Подвисает. По... НПЗ. По объектам российской энергетики. По, конечно же, военным заводам. Да. По военным заводам. Да. И по прочим интересующим нас местам. Сейчас, обратите внимание, хаймарсы полетели в Россию. Все знают, что хаймарсы уже в Россию полетели. А знаете, зачем? Зачем? Просто хотели сказать «Здравствуй, Россия». Здравствуй, Россия. Полетели они туда и... Минируется территория России с наших дронов. И что происходит? Колонны техники подрываются на территории России, русской техники. Колонны техники уничтожаются хаймарсами с нашей территории. Ну и живая сила, соответственно. Сейчас мы переключили, кстати, внимание на уничтожение живой силы противника. Если вы заметите, это тоже серьезный аспект такой. Я сейчас больше света включу. Да, пожалуйста. Вашего позволения. Если вы внимательно посмотрите, сейчас немножко новая стратегия. Очень хорошо, когда уничтожаются боевые машины пехоты, танки, БТР. Это замечательно. Но из них высыпают эти недоделанные орки и разбегаются кто куда. Вот чтобы они не разбегались, сейчас немножко изменен подход. И по этим недолюдям стреляют из соответствующих орудий. И не только орудий. Ну и из дронов и так далее. Поэтому уничтожаться стала не только техника, но и те, кто в технике. Это такой у нас новый подход есть. Ну и что еще важно сказать в этом направлении. Я не завидую Белгороду. Я сразу говорю, я не завидую этому городу. Потому что в Шебекино никто не живет уже понятно. Это крупный районный центр на границе с Украиной. Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на пост президента США он готов рассекретить материалы о убийстве Джона Кеннеди в терактах 11 сентября, а также дело Джеффри Эпштейна. Дмитрий, вот чтобы вы какие темы, может быть, сделали публичными, рассекретили в украинской политике? Ну, сразу хочется спросить господин Трамп, а что же вы этого не сделали, когда были президентом? Это элемент давления на демократов, типа не сажайте меня в тюрьму, а то будет плохо. Ну, это политика, большая политика, понятно. Кстати говоря, когда говорят, вот не дай бог, чтобы пришел Трамп, а то Украине будет плохо. У меня есть большие сомнения по этому поводу. Украине может быть очень хорошо, если придет Трамп, России может быть плохо, потому что он непредсказуемый, взрывной, кипучий, и республиканская стратегия, она же отличается от демократической, может наломать дров в отношении России конкретно. Поэтому это добавляет интереса просто к американским выборам. Чтобы я рассекретил в украинской истории, прежде всего, я думаю, что настало время назвать фамилии агентов КГБ и ФСБ в украинской власти за все эти годы. Я убежден, что назрело это время. Фамилии эти всем известны, кому надо. Почему не назывались, долго рассказывать. Я знаю, почему не назывались, и не все могу сказать по этому поводу тоже. Но я вам скажу одно. Это неминуемо произойдет. Потому что страна должна узнать фамилии героев, в кавычках, благодаря кому мы имеем сегодня эту войну. Я думаю, что президент Зеленский, как никто, заинтересован в том, чтобы назвать эти фамилии, потому что он человек, который стал президентом, не будучи системным политиком. Он не имел никаких связей там, он не имел ничего общего с ними, и он не повязан с ними никакими договорняками. Поэтому именно Зеленский мог бы назвать эти фамилии, если он захочет это сделать. Фамилии это громкие. Я повторю еще раз то, что я всегда говорил, и знаю, почему я это говорю. Владею материалом. Подавляющее большинство наших политических, военных, спецслужбистских и прочих руководителей за все годы независимости Украины являлись агентами Российской Федерации. Это касается и президентов, и премьер-министров, и глав администрации президента. Там вообще почти все. Почти поголовно. Там можно только взять несколько человек и сказать, вот они нет, все остальные да. Значит, министры обороны, председатели службы безопасности Украины, министры, депутаты. То есть, все то, о чем я говорю, можно сказать одной фразой. Почти 33 года нашей независимости Украина и управляла Россией через свою высокопоставленную агентуру, которая тянула друг друга наверх. И можно еще раз повторить фразу, которую я произнес впервые в 2017 году, 7 лет назад. В эфире я сказал, что когда украинцы узнают фамилии российских агентов во власти, они будут плакать. Просто плакать. Я это повторяю сейчас. Люди, когда узнают, кто является российским агентом и кто принимал решения все эти годы, когда узнают, кто из так называемых патриотических сил являлся российскими агентами, когда узнают, кто из лидеров народного руха являлся российскими агентами, ну, конечно, люди будут плакать. Мне говорят, я задаю периодический вопрос руководителям спецслужб, ну, что вы не называете? Ну, говорят, ну, что называть, ну, у них семьи, представляете, какую... Что мне их семьи? Мне Украина важна, моя страна. Мне нужно, чтобы больше это не повторилось. Мне, как гражданину Украины, нужно, чтобы больше это не повторилось. И если следующие орлы, которых попытается завербовать Россия, будут видеть, к чему это приводит, они, может, вербоваться не будут? Вот же в чем тут суть и соль, как говорится. Ну, вот, когда назовут эти фамилии президентов до спикеров Верховной Рады, главы администрации, руководителей СБУ, о, веселуха начнется. А то, что это будет, то я уверен. 200% уверен. Так, сегодня я задам один вопрос с одной фамилией. Не знаю, Дмитрий, ну, скажете, как думаете, но перед этим проанонсирую, что... А еще чуть позже я покажу один знаменательный, интересный гол. Что это будет за гол? Из какого это матча? Может быть, это из вчерашнего финала Лиги Чемпионов Реал против Дортмунда. Кто знает, кто знает. Может быть, оттуда. А может быть, другой какой-то гол. Вот, но спрошу я сейчас пока вот по агентам, по спискам, по тем, кто сотрудничал. Недавно, значит, суд восстановил в должности в Львовском университете Ирину Фарион. Восстановили, да? Да, да, да. И даже присудили выплатить компенсацию больше 100 тысяч гривен за вот время, пока она не работала и не получала зарплату. Так как думаете, Дмитрий Ильич, госпожа Фарион, она, кроме того, что была в Компартии, сотрудничала ли она с службами тогда или позже? Смотрите, значит, во-первых, кто такая Фарион? Фарион это человек, который в условиях, когда украинцев надо объединять, она все делала для их разъединения. Все делала для их разъединения. Это чей нарратив? Американский, новозеландский или русский? Разъединять украинцев внутри Украины. Конечно, русский. Но мы об этом не говорим. Фарион была членом КПСС. Но это не значит, что она работала с КГБ. Но интересный момент. Фарион отвечала в университете за работу с иностранными студентами. Вот тут внимание. Кто родом из Советского Союза и кое-что понимает, знает прекрасно, что работа с иностранными студентами – это чистый был профиль КГБ, потому что, можно подумать, Советский Союз такой добренький, или сегодняшняя Россия такая добренькая, принимали тысячи, десятки, сотни тысяч иностранных студентов в вузы, вот для того, чтобы за свой счет их обучать. Как бы не так. Из большинства студентов готовили друзей Советского Союза, которых вербовали, многих, я не говорю, что всех, многих вербовали здесь, и тянули этих иностранных студентов, завербованных потом, на разные важные роли в своих странах, для того, чтобы через них проводить политику Советского Союза. Это была шахматная партия, долгоиграющая, но не случайно же так много лидеров африканских, азиатских и южноамериканских стран в разные годы были выпускниками Советских Институтов. В частности, Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумомбы. Сейчас это РУДН, базового вообще университета для подготовки Советской и Российской Агентуры. Значит, обратите внимание, как часто к Путину в гости, сейчас особенно, когда он изгой, нерукопожатное говно, как к нему часто приезжают разные лидеры африканских, азиатских и прочих стран Третьего мира, которые обходятся без переводчика в общении с ним и говорят по-русски. Это оттуда все, оттуда. И агент КГБ Махмуд Аббас, лидер палестинской автономии, так он агент КГБ, он учился в Советском Союзе. Это доведенный факт, тут ничего такого нет. Была ли Фарион агентом КГБ? Мое мнение, да. Мое мнение. Мое мнение, она продолжает работать на российские спецслужбы. Это мое мнение. Вот, но... Осознанно или неосознанно? Смотрите, поскольку она психически не очень здорова, то, возможно, и неосознанно. А, возможно, просто и работает, и просто психически нездорово. Тут возможны совпадения. В любом случае, я считаю, что оценку Фарион должна давать Служба Безопасности Украины, а не я как журналист. И это будет справедливо и правильно. Вот, то, что она человека ненавистническая женщина, это понятно. То, что она разъединяет украинцев, а не объединяет, это понятно. То, что она злая, у нее перекошенное от злобы лицо всегда. Вот тоже, вот надо быть добрым все-таки, черт побери. Ну, как-то она говорит, не хочу обижать женщину, но когда она говорит, мне кажется, что лают дворовые собаки. Лицо перекошено злобой, злостью, ненавистью. Ну, как гавкает просто. Ну, простите, это мое мнение, имею право на свое мнение. Вот, поэтому, если у Службы Безопасности есть документы на Фарион, они их предоставят. Не исключаю, что дело Фарион находится в Москве, потому что Москва забирала много дел. Немного, а Москва забирала все личные дела своей агентуры, хотя карточки хранились в Украине. Вот, ну, даже если найдут карточку Фариона, она скажет, это провокация против меня, это специально, значит, сфабриковал искусственный интеллект и так далее. У нее язык подвешен, как метла метет, она придумает, что сказать. Я же всегда говорю, как сказал мне один из лидеров народного руха Запоробудову, он был лидером. Выдающийся по-своему человек, который был агентом КГБ и лидером народного руха. И когда я ему сказал, так шо ж вы, вы же это, шо ж вы то, он мне ответил гениально. Он сказал, такие булы часы. Так була треба для Украины. Не попрешь, Дмитрий Ильич, аргумент тут, конечно, железобетонный. Железобетонный аргумент. Значит, и Фарион скажет, если припру. Да, я была агентом КГБ, но так было надо, чтобы работать на Украину. Все, что ты с нее возьмешь? Хорошо. Так, про Трампа еще несколько слов скажу. Штаб Трампа побил рекорды всех предварительных сборов средств республиканцев в интернете, собрав за сутки почти 53 миллиона долларов. Вероятный кандидат президента США Дональд Трамп в течение суток собрал почти 53 миллиона долларов после того, как суд присяжных признал его виновным по делу о финансовых махинациях с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом в пятницу, 31 мая, объявила предвыборная компания Трампа, передает The New York Times. Дмитрий Ильич, тут, ну, конечно, Трамп такой интересный персонаж многогранный. Про него фильмы надо снимать, и, наверное, не один будет еще снят. Вот, и про с этой порноактрисы, и день, эти миллионы, которые он собирает. И суд присяжных, который голосует единогласно, признает его виновным. То есть следующий президент... Так, ну, во-первых, Дмитрий Ильич, для Украины ничего нового. У нас уже дважды судимый был. Правда, там порядок был другой. Дважды судимый и трижды сидевший, надо добавлять. Да, да. Ну вот в истории Америки такого еще не было. Тем более говорят, что их законодательство позволяет баллотироваться, даже находясь в тюрьме. Поэтому тут будет очень интересный прецедент. Но в данном случае, видите, получилось, что сила действия оказалась равна силе противодействия. Потому что, вот, казалось бы, Трампа уничтожает судами, то и это поддержит. Смотрите, собирает сколько денег. Вот, поэтому можно ли допустить, что Трамп может стать президентом США, находясь в тюрьме? Не так. Для начала, можно ли допустить, что Трампа посадят? Можно. Чего нет? Это Америка. Если бы 20 лет назад сказали, что в Америке может быть чернокожий президент. Да кто бы поверил. Это Америка, это демократия. Может ли Трамп быть в тюрьме? Может. Может ли он, находясь в тюрьме, выиграть президентские выборы? Может. Может. Наоборот, за него будут голосовать с удвоенной силой. Поэтому те, кто собирается его посадить в тюрьму, должны это еще раз подумать. Потому что, если Трамп там будет, ну, я вам скажу, я немножко понимаю, как устроена психология и психика человека. Вот, блин, в тюрьме. Жалко его. Надо проголосовать. За него проголосуют еще больше. Окей. Следующая информация. На траве. С мячом. С двумя. Мы же так можем долго. Я не знаю, как долго будет зрительно смотреть. Поэтому я предлагаю продолжить. Китай. Китай снова прибег к запугиванию в отношении Тайваня. Пекин пообещал силой разгромить независимость острова. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на министра обороны Китая Дон Дзюня, которого, цитирует Дочи Велли, соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на конференции по безопасности диалог Шангрила в Сингапуре. По его словам, Пекин якобы настроен, внимание, на мирное воссоединение, но силы независимости Тайваня препятствуют этому. Дмитрий Ильич, не очень ли это похоже на заявление в Кремле про освободителей, про воссоединение, но силы независимости Тайваня, то есть как у нас нацисты и бандеровцы, которые не хотят, а вот мирное воссоединение должно состояться. Что думаете? Я думаю, что Китай может пойти ва-банк. Конечно, если Китай нападет на Тайвань, а на это похоже, по заявлениям похоже, у китайцев же не поймешь ничего. Они будут тебе улыбаться дружелюбно, это же китайцы будут улыбаться, махать головой, все в порядке, а делать свое. Многовековая культура великого народа. Поэтому я не знаю, что стоит за этим заявлением, китайцам не поймешь, повторяю. Но если Китай нападет на Тайвань, ну я вам скажу, перекалашматит всю планету. Это будет уже настоящая третья мировая война полноценная, потому что вы же видели, вот стоило только Путину и Хамасу осуществить нападение на Израиль в октябре. Я не оговорился, сказав Путину и Хамасу. Не оговорился. Это ось. Путин, Иран, Хамас, это ось. И, конечно, кто был заинтересован в нападении Хамаса на Израиль тогда? Ну Путин, конечно, в первую очередь, чтобы отвлечь внимание американцев и всего западного мира от украинской проблемы. И чтобы они переключились на Израиль. Мы из-за этого пострадали в результате. Мы потеряли много времени и много жертв. Мы допустили своих людей из-за того, что нам тянули с помощью, потому что Израиль надо помогать и так далее. Это целый же процесс. А вы представьте, что начнется, заполыхает на Тайване. До Украины будет тогда мировому сообществу? Да там будут гасить пожары за всех сил. Допускаю ли я, что Путин и Си о чем-то договорились в этом плане? Да, допускаю. Да, почему нет? Я не знаю, сколько сил у Си есть. Я не знаю, готов ли он нести экономические потери. С экономикой у Китая большие проблемы. Китай зависит сильно от США и от Европы. И я думаю, что если китайцы нападут на Тайвань, церемониться с Китаем уже никто не будет. Там уже, понимая, что Путин творил два года назад, церемониться с Си никто не будет с Китаем и будут уже врубать все санкции. Ну, мгновенно. Кроме того, я думаю, все-таки вооруженные силы США и Объединенного Запада намного сильнее, чем вооруженные силы Китая. Ну, не дай бог, чтобы до этого дошло. Вот не дай бог. Нам это не нужно. Я всегда исхожу из своих интересов. Из интересов Украины. Нам это сейчас не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok